Всем привет, друзья! С вами Закупач. И посмотрите-ка, свитбокс сказочный патруль. Я, кстати, думал, что я уже на них снимал обзор. Оказывается, я покупал один большой коробок в магазине светофора, и там было две фигурки. То есть, вот это классические свитбоксы, видите, вот так они выглядят. А есть еще большие свитбоксы подороже, вот в которых светофоры продаются, и там как раз-таки две фигурки из этой коллекции. У меня какие-то фигурки из этой коллекции, получается, есть. Но я не помню, какие. Давайте открывать. Опять же, свитбокс красавчики, что если ты покупаешь коробок, то ты собираешь всю коллекцию автоматически. Ну, это не точно. По-моему, всегда так было. То есть, вот у нас запечатанный коробок, свитбоксы. Купить их можно на Озон Валберес, если кому интересно. Забивайте свитбокс сказочный патруль, там поисковики найдете. Так, открываем. Сразу покажу вам, что там за мармелад. Кстати, неудобно его вот так открывать, он постоянно открывается криво. Удобнее вот так. Хопа, открыл. На ручку. Ты будешь есть его? Конечно, он очень вкусный. Да, он очень вкусный. Вау! Look at this! Это же ракушки какие-то. Так. Всё, Валюша съела. Посмотрите, какие пакетики красивые. Стилизованные. Итак, открываем. И это кто? Это что за покемон? Смотрите, я открыл в виде сердца. Прикольно получилось. Так, это у нас... Я этих персонажей не знаю. Я смотрел там пару серий, но наизусть я не знаю, как его зовут. Без подставок, просто фигурки. Фигурки качества прям хорошего. Да, необычно сделаны. То есть, свитбокс будет делать такие прям, знаете, совсем простенькие фигурки. А это нормас. И это у нас... Вот так выглядят все коллекции. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь штук коллекции. То есть, у нас, по идее, даже должны быть парочку повторок. Варя! Она же Варвара Краса! Крутая девчонка! Лидер-боец! Лучше не становиться у неё на пути. О, вот такая у нас Варюха! Если тебя зовут Варя, то я передаю тебе привет. Восемь штучек коллекции. Так. То есть, они идут питомец и персонаж. Я тоже хочу питомца. Но я думаю, мы сейчас всех соберём. Малёнка какая. Ой, как пахнет вкусненько. Есть? Да, Валюша жуёт эти штучки и прям пахнет вообще классно. Итак, это... Ты думаешь, что она? Да. Ты что, увидела, что она? Смотрите, тут написано... АО... ЛТЗ или как-то там... 2019 год. В общем, короче, студия, которая занимается этим мультиком, она... Ну, лицензия есть. То есть, тут на каждой фигурке написана лицензия. Прическа у неё, кстати, чёткая. Чётенькая. Так. И это у нас... Кстати, мы не прочитали вообще про сказочный патруль. Давайте прочитаем. Сказочный патруль. Юные волшебницы. Их друзья. Из таинственного города Мышкин. Музея сказок под открытым небом. Друзья всегда готовы прийти на помощь, сохраняя спокойствие в городе. Собери коллекцию сказочных персонажей. Вот. Теперь Снежка. Она же Снегурочка Снежана. Вау. Девчонка-загадка. Мечтательница. Фантазёрка. Настоящая творческая личность. Слушайте, я не знал, что Снежка это, оказывается, Снегурочка. А что, она может растаять даже? Или нет? Конечно, там Снежка с ними какими-то именем. Снежные силы у неё? Ну, чё ещё? Кто в перемочке живёт? Это повторка. Это у нас Варюха. Варя, привет. Снежа, привет. Вот. Я думаю, каждая Варя и каждая Снежа сейчас поставит лайк. Хотя бы в комментариях напишите, если вас зовут Варя или Снежа. Давайте так. Вы будете писать в комментарии каждый раз, когда произношу ваше имя. Вот, если вы есть в видео. Пакеты, кстати, все одинаковые. Я думал, они будут отличаться по цвету. И это питомец. Вау. Это Снежкин. Ты думаешь, что Снежкин? Заяц Снежкин или не Снежкин? ЦВТ тут написано. ЦТВ, наверное. ЦТВ-центр, что ли? Какой-то нет. У меня уже не подались. Ну, как компания. ЦВТ. Я тогда рядышком с ней поставлю вот так. А он не хочет. А, нет, стоит, стоит. Все нормально. Стоит. Зайка. Его так и зовут Зайка. Почему-то он в короне. Он еще бывший принц. Плюшевая, ожившая игрушка. Друг Снежки. Милый, трогательный, добрый и чувствительный. Разговаривает писком. Пи-пи-пи-пи. Да? Вот так? А, то есть он не умеет с вами говорить, что ли? Кот, значит, умеет говорить. А Заяц не умеет говорить. Какая-то несправедливость. Вам не кажется? Кот ученый. Странно, что в коллекции нет. Да. Кстати, кота нет в коллекции. Печально. Дракоша, это Варен. Тут все помялось. Это, думаешь, Варен? Да. А вот такой Дракоша в прыщиках. И он сидит на попочке. И у него зубы, как у беззубика. Посмотрите, какие острые. Опасные зубы. Так, значит, Варен. Мы к Варе поставим. Что-то помялось. Странно, как-то так. Дракоша. Питомец Варис. Сын змея Горыныча. Непоседливый, проказливый щенок. Обожает игры, веселую возню, беготню и вкусно поесть. Умеет почувствовать злых людей и темную магию. Ничего себе, у него даже есть способности. Ничего себе, сын змея. А он тоже не умеет говорить? Ну да, они вообще не умеют разговаривать. Питомцы эти не умеют разговаривать? Странно. Странно. Жалко, что нет чувака. Мне нравится чувак, тот парень, который там есть. Кощей вот этот. Кстати, кто смотрел мультик Кощей, ребят? Как вам? О, Маша. О, это... Ты знаешь, что это Маша? Откуда вы знакомы? Маша, ставьте лайк. Маша. Да, Маша, ставь лайк, если ты смотришь меня. Маша, привет. Она, кстати, падает, смотрите-ка. Это печально. Мне не нравится такое, когда фигурки падают. Итак, Маша, она же Мария Искусница. Мозговой центр. Умная, рассудительная. У неё всё под контролем. Маша. Молодец. Кстати, со мной училась Маша. Она была вообще не рассудительная и не умная. Не, в смысле, она была, ну, как среднестатистический человек умная. Но училась она на тройке. Не-не-не, соберём. Сейчас мы всё соберём. Она же на четвёрке, Алёнка. Тут наклейки? Ничего себе, наклейки, Валюш, наклеишь. Вау! Это уже как тусишь. Это как тусишь, и у него идут наклейки. Это типа семь лепестков, да? Летит лепесток, Валюш, наклейь, пожалуйста, через запад на восток. Ты думаешь, надо наклеить? Конечно, вот, видишь, ему вот так, видишь, нарисовано. Наверное, как-то даже есть какая-то, это как очерёдность. То есть фиолетовый, жёлтый, синий. А нет, фиолетовый. Ладно, да. Цветик-разноцветик. Неудавшийся эксперимент волшебника. Наполовину кактус, половину цветик-семицветик. Разговаривает на тарабарском языке. Умеет использовать желания, но выворачивает их так, что желающие сам не рад исполнению. То есть это как в фильмах, знаете, когда этот самый, типа, договор с дьяволом, вот эти всякие. Знаете, фильмы, когда, типа, ты заказываешь желания, а они исполняются так, что ты не рад этому. То есть, там, к примеру, хочу себе, там, удачную работу. Хопа, и ты там один, к примеру, твои родственники все пропали. Ты живёшь один холостяк какой-нибудь несчастливый. То есть, знаете, всё переворачивает с ног на голову. Такое бывает очень часто, такие сюжеты в фильмах я вижу. Так, давайте дальше посмотрим. Кто у нас тут? О! А, нет, такой же цвет. Я уж подумал, что другой цвет. Так. И это у нас питомец. Это кися. Ммм, какая красотка. Это Аленкина? Аленка у нас кто? Её ещё нет у нас, да? Так, она вот такая оранжевая кошка. Кстати, я думал, что они вообще будут какие-то недетализированные. Она, на самом деле, выглядит неплохо. То есть, такая кошечка нормальная. Ну, Валюша наклеила, да? А чей это питомец? Это, получается, этой питомец. Машки. Машки. А, она же эксперименты делает. Она же там мозговой центр, смотрите. То есть, это её. Опа, вот так к ней поставим. Итак. А, Маша, да. Видите, они нарисованы со своими питомцами. То есть, Аленка нарисована с кошкой. Они даже в цвет одеты. То есть, Варя фиолетовая одежда, фиолетовый дракон. У этой снежки синяя. То есть, чтобы вы не путались, цвет одежды соответствует цвету вашего питомца. Огонёк. Воплощение огненной магии Аленки. Её элементаль и верный друг может быть милым и игривым, как искорка. Но если его разозлить, то может вырасти и вспыхнуть, как настоящий костёр. Вау, вот это да. Прикол. Давайте откроем. Кажется, Аленка только осталась. Предпоследний. Да. Я думаю, 100% мы её найдём. И это Аленочка. Алена, передаю тебе привет и подмигиваю. Смотрите, она подмигивает. Ничего себе, какая она игривая. Алена самая игривая шалунишка, походу, у них. Да? Так, сможет ли она стоять рядом со своей кошечкой? Да, она стоит спокойно, абсолютно. И Аленка. Она же Аленушка. Девочка-динамит. Взрыв эмоций и позитив. Обожает фристайлить. Вау. То есть она ходит на рэп-баттлы. Всё, я понял. На Версус и так далее. Давайте последнюю откроем, посмотрим, что за повторка будет. Я хочу питомца. Кошечка. Я хотел бы вот эту, которая будет стоять. Вот это у неё ноги, видите, что-то она падает. Я бы хотел её. Я хочу кошечку. Что тут идёт? Ноги или кошки? Ты думаешь, что питомец? Я думаю, что там девочка. Да, девочка. О, вообще не повезло. Смотри, у нас три повторки одинаковые. Да, прям три повторки одинаковые. И это Варя. Получается, смотрите, мы собрали всю коллекцию, но две повторки у нас одинаковые абсолютно. Это Варя. Так, ну давайте рейтинг теперь подведём. Ребят. Кто вам понравился больше всех? Так, ну повторки я сразу уберу, чтобы они нас не отвлекали. То есть вот наши персонажики. Они стоят с своими питомцами. Так. Хоп. Хоп. Ну мне почему-то даже питомца нравится больше. Я бы, наверное, питомцам дал первое место. Но не всем. Давайте так, первое место у меня Заяц. Мне Заяц понравился на первое место. На второе место я поставлю Светик-семицветик. Вот этот. Это второе место. На третье место я поставлю, наверное, Аленку. О, за её взрывной динамит. Вот это топ-3 фигурки, которые мне понравились больше всего. Вот они. Валюша, тебе кто понравился больше всего? Давай. У меня кошка первое место. Кошка первое место. Второй дракон, третий Заяц. Второй дракон, третий. Вот Вале тоже понравились питомцы. Я, кстати, думал, что питомцы будут ни о чём. Но на самом деле они вполне себе прикольные. Вот. То есть нам нравятся питомцы у них. Вот. И Светик-семицветик мне понравился. А если искать пару типа девочка и её питомец, знаете, что я скажу? Наверное, самая крутая пара это Снежка. Снежка и Заяц. На втором месте это, наверное, с кошкой, да? Вот. Вот это мой рейтинг. Вот. Ставьте лайки, друзья. Подписывайтесь на канал. С вами был Закупач. Всем пока. До новых встреч. Коллекция топ. Брать можно смело.